Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссёрским пультом Николая Слепцов и Михаил Эверстов, у микрофона ведущая Сарглана Антонова. Узнай о своих правах, узнай о своих долгах. Так называлась всероссийская информационная акция, которая прошла в Якутске и провела её Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха в Якутии. В ходе мероприятия специалисты управления оказали гражданам консультативную и практическую помощь по вопросам исполнительного производства. Как и с помощью каких сервисов можно узнать о своих долгах? Каковы меры поддержки сторон исполнительного производства? В какой ситуации можно получить отсрочку или рассрочку исполнения документа? Об этом и многом другом мы будем говорить сегодня в нашей программе. А говорить об акции мы будем с гостями нашей студии. Итак, это главный специалист, эксперт по взаимодействию со средствами массовой информации Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха-Якутия Алина Александровна Сивцева. Здравствуйте. Здравствуйте. И главный инспектор отдела организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха-Якутия Лиана Анатольевна Теоситова. Добрый день. Добрый день. Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, мы начали наш разговор с того, что вот я сказала, что в конце апреля по всей России прошла акция под названием «Узнай о своих правах, узнай о своих долгах». Расскажите, пожалуйста, какова была основная цель этой акции? Основная цель данной акции – это принимаемые меры поддержки сторон исполнительного производства, информационной безопасности, получение информации о наличии задолженности и способах ее оплаты. Значит, с помощью электронного сервиса «Панк данных исполнительных производств», а также интернет-сервисов «Запись на личный прием» и интернет-приемная ФССП России. В рамках акции «Узнай о своих правах, узнай о своих долгах», должностные лица Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха-Якутия провели консультации в центре занятости, в здании МФЦ, в администрации президента по Республике Саха-Якутия. И в районах по Республике мы провели эту акцию в Алданском, Ленском, Неренгринском, Мирнинском и Момском районах. Хорошо. Итак, как же все-таки узнать о своих долгах? Какие способы у нас есть? Для того, чтобы жителям узнать, являются ли они должниками по исполнительному производству, мы рекомендуем использовать онлайн-сервис «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха-Якутия r14.fssp.gov.ru. В центре страницы сайта размещена поисковая строка «Узнай о своих долгах». Прямо вот большими такими буквами написано, и мы туда вводим фамилию, имя, отчество всего лишь и дату рождения. Если исполнительное производство у нас отсутствует и, соответственно, человек не является должником, то, когда мы нажимаем уже поиск, то выходит по вашему запросу ничего не найдено. Если же все-таки задолженность имеется, то выходит табличка определенная, и там указаны фамилии, имя должника, номер исполнительного производства, реквизиты документа, на основании которого было возбуждено исполнительное производство, также указан судебный пристав исполнитель и его контакты. Значит, вообще данным сервисом в 2021 году воспользовались более 210 тысяч якутян. И на этом же сервисе можно сформировать готовую квитанцию для оплаты своей задолженности, что позволяет сократить время на заполнение этих данных и на, соответственно, избежание каких-то ошибок при заполнении. За год такой возможностью воспользовались 18 тысяч человек. К сожалению, в последнее время участились случаи мошеннических действий со стороны недобросовестных людей, которые выдают себя за службу судебных приставов. Поэтому мы рекомендуем гражданам и представителям организации использовать только официальные сервисы наши. А каким образом действуют мошенники, вот как вы говорите? В своей преступной деятельности они используют поддельные уведомления и рассылку писем. Это может быть массовая рассылка писем на электронные почты и, может быть, даже буклеты, которые оставляют в почтовом ящике. Если мы говорим с вами об электронной почте, то, допустим, приходит письмо, уведомление о наличии задолженности. Как правило, речь идет о небольшой сумме, 200-300 рублей, которые, в принципе, несложно прямо сейчас оплатить. И указываются такие меры принудительного характера в виде ареста банковских счетов или имущества. То есть происходит запугивание. Да, действительно, идет запугивание, скажем так, и предлагается срочно произвести оплату. И мы в данном случае рекомендуем сразу же просто с телефона, можно зайти в любой поисковик, набрать банк данных исполнительных производств, увидеть, что это наш официальный сайт r14.fssp.gov.ru и проверить себя на наличие действительно задолженности. И также мы рекомендуем не переходить по этим ссылкам, не загружать неизвестные файлы, не предоставлять мошенникам данные о своих банковских счетах, не выполнять какие-либо финансовые операции, соответственно. И, кроме того, следует помнить, что постановление о возбуждении исполнительного производства направляется гражданам либо почтой, либо на портале госуслуг также можно получить эту информацию. То есть можно просто взять и свериться. Да, действительно. Также службой используется автообзвон должников, дословный текст которого звучит так. Судебные приставы информируют вас о том, что вы являетесь должником. Для получения дополнительной информации рекомендуем вам обратиться на портал госуслуг, где вы можете получить расширенную информацию и подавать обращение в рамках исполнительного производства. То есть мгновенной оплаты никто не требует. Хорошо. А вот скажите, какие еще электронные сервисы работают на официальном сайте вашего управления, и в чем их преимущество? Кроме сервиса Банк данных исполнительных производств на официальном сайте управления действует сервис интернет-приемная ФССП России и запись на личный прием. То есть не посещая службу судебных приставов, можно через интернет-приемную ФССП России написать обращение. Каждому обращению, каждому заявлению присваивается свой идентификационный номер, по которому в дальнейшем можно отслеживать его статус. И на электронную почту указанную приходят все изменения статуса самого этого заявления, и в конечном итоге направляется ответ должностного лица службы судебных приставов. Вот по форме заполнения я хотела бы проконсультировать. Она очень проста на самом деле. Это фамилия, имя, отчество. Это субъект Российской Федерации. То есть если исполнительное производство ведется у нас здесь, то мы выбираем Республику Саха-Якутия. Муниципальное образование мы указываем, либо это какой-то район, либо это город Якутск. Адрес регистрации и место проживания. Причем лучше указать фактический адрес, где проживаете, потому что ответ может быть направлен по этому адресу. Электронная почта, территориальный орган и структурное подразделение. Здесь указывается районное или городское отделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство. Далее идет сам текст заявления, который в принципе можно написать своими словами. И есть возможность прикрепить документ в различных форматах. Если документов несколько, какие-то подтверждающие документы, например, нужно приложить, тогда лучше все эти документы заархивировать в формате RAR или ZIP. Если еще не существует необходимость записаться на личный прием, лично переговорить с судебным приставом, то мы рекомендуем сервис «Запись на личный прием», который работает в режиме онлайн и осуществляет запись посредством авторизации по ETI. То есть если в 2020 году такой возможностью воспользовались 2000 человек, то в 2021 в связи с пандемией уже более 7000 человек по всей республике. И также здесь необходимо отметить, что предварительная запись осуществляется на период не более 30 дней. Хорошо. А вот если необходимо взыскать информацию, например, здесь и сейчас, то каким образом нужно получить консультацию? В целях оперативного решения вопросов граждан, представителей организации, юридических лиц в управлении Федеральной службы по республике Саха-Якутия работает Единый центр телефонного обслуживания. Позвонив по номеру 3196-97, жители республики могут получить информацию, такую достаточно общую информацию по исполнительному производству. Ну и связаться с другими должностными лицами управления можно также по номерам телефонов, которые указаны на сайте в разделе «Контакты». Давайте еще раз повторим номер телефона. 3196-97. Хорошо. Госуслуги, конечно же, установлены, я думаю, у большинства нашего населения, да? А какой функционал доступен на портале со стороны исполнительного производства? На портале госуслуг через личный кабинет стороны исполнительного производства в режиме онлайн можно получать информацию о ходе исполнительного производства, знакомиться с процессуальными документами. Для этого достаточно зарегистрироваться в личном кабинете и оформить подписку. Тогда в таком случае, да, на электронную почту приходит список выносимых судебных приставом исполнителям постановлений, да, документов с указанием дат их создания. Таким образом можно знать о действиях судебного пристава по исполнительному производству, то есть какие были вынесены постановления, да, это там о взыскании денежных средств, это арест счетов имущества, временное огречение на право управления транспортным средством или выезд как раз, что очень актуально, особенно сейчас перед майскими праздниками, да. Также, допустим, есть ли запрет на регистрационные действия или с недвижимостью. И на портале, к тому же, реализована возможность подачи должностному лицу ФССП России в электронной форме заявлений, ходатайств, объяснений, отвол, отводов, жалоб в порядке подчиненности. Услуга включает в себя порядка 30 типовых обращений по разным жизненным ситуациям. И за 12 месяцев прошлого года управлением и ее структурными подразделениями было оказано не менее 22 тысяч государственных услуг. Скажите, пожалуйста, вот если наши, например, граждане решили выехать за границу для отдыха, да, то от какой суммы может быть наложен запрет на выезд? Вообще, изначально сумма 30 тысяч. 30 тысяч, и если, допустим, на исполнении находится уже достаточное количество времени, то от 10 тысяч. То есть нужно быть внимательным, особенно при выезде, да? И вот эту сумму на самом деле можно будет оплатить, например, в аэропорту? Оплату можно произвести через сайт, через банк данных, там активная кнопка, можно пройти и оплатить там сразу. Понятно. Хорошо, друзья, впереди вас ждет. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сегодня мы говорим о всероссийской акции «Узнай о своих правах, узнай о своих долгах». И у нас в гостях сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха-Якутия. Итак, каковы меры поддержки сторон исполнительного производства? В какой ситуации можно получить отсрочку или рассрочку исполнения документа? И каким образом задолженность граждан попадает к коллекторам? Об этом и много далее в нашей программе. Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66, 32 11 66. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. Ну что же, и мы продолжаем наш разговор. Мой собеседник – главный инспектор отдела организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха-Якутия Лиана Анатольевна Теоситова. Ну что же, давайте, наверное, начнем с мер, который у нас существует, для поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Какие у нас есть на данный момент? Да, граждане, попавшие в трудную финансовую ситуацию, вправе обратиться в суд, в другой орган или должностному лицу, выдавшему исполнительный документ, заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочке исполнения исполнительного документа, а также об изменении способа и порядка его исполнения. Что такое отсрочка исполнения и чем она отличается от рассрочки? Федеральный закон об исполнительном производстве предусматривает порядок предоставления должнику отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного документа. Отсрочка – это перенесение срока исполнительного документа. Например, если должник попал в трудную жизненную ситуацию, сократили на работе или какая-нибудь другая иная причина, он может обратиться в суд о переносе даты исполнения решения суда. А при рассрочке должнику предоставляется возможность выплатить задолженность частями путем внесения ежемесячных платежей в определенном размере в течение определенного периода. Такое исполнение может происходить равномерными частями либо разными в соответствии с утвержденным судом графиком. Как правило, рассрочка предоставляется в случае невозможности выплаты задолженности единовременно. При этом, если суд назначает должнику выплатить долг ежемесячно в размере 1 тысячи рублей, и при этом должник не соблюдает график, тогда рассрочка прекращается и задолженность взыскивается в общем порядке. Основаниями для обращения граждан в суд или в уполномоченный орган могут послужить тяжелое материальное положение, существенные обстоятельства, связанные со здоровьем должника, либо его положением, иными причинами, препятствующими исполнению исполнительного документа. Конкретный перечень оснований для отсрочки или рассрочки законодательством не установлен, поэтому в каждом конкретном случае суд исходит из тех доказательств, которые предоставляет сам должник. Необходимо учитывать, что вопрос о предоставлении отсрочки или рассрочки решается судом непроизвольно, а с учетом необходимости обеспечения баланса прав и законных интересов взыскателей и должников, соблюдения гарантированных прав и справедливости. Получается, что подобные решения выносит только суд? Да, по рассрочке и отсрочке платежей решение принимает судебный орган. Также на стадии исполнительного производства должник вправе обратиться к судебному приставу-исполнителю о приостановлении исполнительного производства, которое регулируется статьей 40 Федерального закона об исполнительном производстве, в котором указаны основания приостановления исполнительного производства судебным приставом полностью или частично. В таких случаях, как смерти должника, объявление его умершим или признание безвестно отсутствующим, если установлены исполнительным документом требования или обязанности, предусматривают правоприемство. Утраты должником дееспособности, отзывы у должника кредитной организации лицензии, отзывы у должника страховой организации всех выданных органам страхового надзора лицензий, применение арбитражным судом в отношении должника организации процедуры банкротства, применение арбитражным судом в отношении должника физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, также включение сведений о возбуждении в отношении должника гражданина процедуры внесудебного банкротства в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, именно в части исполнения исполнительных документов по требованиям, указанным должником в заявлении о признании его банкротом во внесудебном порядке. Очень много нюансов. Да, там много оснований, но они являются точной перечень этих оснований. Также входит туда распространение на должника моратория на возбуждение дела о банкротстве, предусмотренного статьей 9.1 Федерального закона о несостоятельности банкротства. Также исполнительное производство может быть приостановлено судебным приставом в случае нахождения должника на лечении в стационарном лечебном учреждении, розыска должника, его имущества или розыска ребенка. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом 69 о внесении изменений в Федеральный закон о ветеранах, подписанном президентом Российской Федерации 26 марта этого года, граждане, направленные для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля текущего года, признаются ветеранами боевых действий. В связи с этим, в отношении должников, участвующих в данных боевых действиях, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также по просьбе взыскателей, которые находятся в таких же условиях, исполнительный производство подлежит приостановлению судебным приставом исполнителям полностью или частично. Для того, чтобы приостановить исполнительное производство, необходимо предоставить судебному приставу оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих основания для приостановления. Также могут такие документы предоставить представители сторон, которые вправе совершать от их имени такие действия по исполнительному производству. Как мы знаем, с начала этого года реализовано право граждан на ежемесячное сохранение денежных средств в размере установленного прожиточного минимума нашего трудоспособного населения при осуществлении принудительного исполнения решений судов и актов специальноуполномоченных органов. Вообще, расскажите, пожалуйста, как на практике работает этот закон? 1 февраля 2022 года вступил в законную силу Федеральный закон 29 июня 2021 года номер 234 обнесения изменений статью 446 Гражданского процессуального кодекса и Федеральный закон о бесполнительном производстве направленный на соблюдение неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для существования гражданина и лиц, находящихся на его иждивении. В соответствии с данным федеральным законом гражданин наделяется правом обратиться в службу судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ или прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ. Так, с 1 февраля управлением Федеральной службы судебных приставов рассмотрено 1212 таких заявлений, из которых 850 заявлений удовлетворены. Хорошо, а какие данные необходимо указать в заявлении? В заявлении следует указать фамилия, имя, отчество, гражданство, реквизиты документа удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер телефона, дата и номер исполнительного производства. Также необходимо указать конкретную социально-демографическую группу, это трудоспособные граждане-пенсионеры или дети. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие наличие у гражданина доходов, сведения о бесточниках такого дохода, а также реквизиты банковского счета, на которых необходимо сохранять заработную плату и иные доходы ежемесячно в размере прожиточного минимума. А подскажите, пожалуйста, вообще о каких суммах идет речь? Величина прожиточного минимума в республике Саха-Якутия на 2022 год разделяется на две зоны. Первая зона – это арктические зоны. Там прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 24 221 рубль, для пенсионеров – 19 рублей, 111 рублей, для детей – 23 027 рублей. Во вторую зону входят все остальные районы, включая город Якутск. Прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 20 288 рублей, для пенсионеров – 16 07 рублей, для детей – 19 287 рублей. При этом при наличии лиц, находящихся на иждивении у должника гражданина, такой должник вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере превышающим прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по Российской Федерации или прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской Федерации. Давайте представим такую ситуацию, что доходы ниже прожиточного минимума. Вот вы, например, говорите, что пенсионер, проживающий в Якутске, его прожиточный минимум составляет 16 07 рублей, а если, например, он получает пенсию в размере 12 000 рублей. Вот как быть в этом случае? В любом случае пенсионеру нужно будет обратиться в службу судебных приставов по месту ведения исполнительного производства. При рассмотрении его заявления судебный пристав исполнитель выносит соответствующее постановление о сохранении прожиточного минимума и направляет его в пенсионный фонд и в банк, где нужно сохранить его прожиточный минимум. А в связи с чем может быть, например, ему отказано в удовлетворении заявления? Бывают такие случаи? Да. Одним из оснований отказа в удовлетворении является не предоставление полного пакета документов. В таком случае судебный пристав вынужден отказать в удовлетворении заявления. Но это не лишает гражданина права повторно обратиться, дополнив недостающий пакет документов. А что делать, если, например, гражданин получает свои выплаты на почте России или на дому? Ага, да. Поскольку пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению на дому или в кассе получать пенсию, в данном случае постановление о сохранении прожиточного минимума будет направлен только в пенсионный фонд. Хорошо, дорогие друзья, впереди вас ждет рекламный блог, после чего вновь мы продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня мы говорим о всероссийской акции под названием «Узнай о своих правах, узнай о своих долгах». Каковы меры поддержки сторон исполнительного производства? В какой ситуации можно получить отсрочку или рассрочку исполнения документа? Каким образом задолженность граждан попадает к коллекторам? Об этом и многом другом в нашей сегодняшней программе. Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Ну что же, мы продолжаем говорить с Леанной Анатольевной. И следующий вопрос. Вот касается ли это мера поддержки всех граждан-должников? Воспользоваться указанным правом смогут не все категории должников. Ограничение размера удержания, заработной платы и иных доходов должника гражданина не применяется по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании алиментов, о возмещении вреда причиненного здоровью, о возмещении вреда в связи со смертью кормильца и о возмещении ущерба причиненного преступлением. Далее к нашему разговору присоединяется начальник отдела правового обеспечения и ведение государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности. Управление федеральной службы судебных приставов по республике Саха и Якутия Айлана Анатольевна Никифорова. Добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, какими полномочиями обладает Ваше управление? Необходимо отметить, что непосредственно правоотношения между коллекторами и должниками регулируются федеральным законом номер 230 о защите прав и законных интересов граждан, физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Компетенции управления относятся к ведению государственного реестра, а также включение в него юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. Также рассмотрение обращений граждан по фактам нарушения требований данного закона 230-го. А также контрольно-надзорные функции, в частности, по проведению внеплановых и плановых проверок, по штатам которых в отношении юридических лиц могут быть составлены протоколы административные и выданы предписания. Скажите, пожалуйста, каким образом задолженность граждан попадает к коллекторам? Действительно, данный вопрос является актуальным, поскольку в обращении граждане указывают в качестве довода такие обстоятельства, как кредит брал, допустим, в банке, но в настоящее время к нему осуществляют звонки неизвестные ему лица от неизвестных организаций. Действительно так. Поэтому как раз-таки в этих случаях банки привлекают преобразование задолженности, привлекают третьих лиц организации, чтобы они взаимодействовали с физическими лицами. Как правило, данные коллекторы, точнее, оказывают услуги на основании договора оказания услуг, уступки права от требования агентского договора. Данное правоотношение регулируется гражданским законодательством. Перечислить, пожалуйста, законные способы возврата задолженности физических лиц и в какое время и сколько раз кредитор может взаимодействовать с должником? На защиту прав должников граждан направлена статья 4 Федерального закона 230-го. Непосредственно это личные встречи, телефонные переговоры, также смс-уведомления, а также почтовая переписка, направление писем по месту жительства должника или по месту пребывания его. А также иные способы взаимодействия, однако они могут быть только на основании письменного соглашения применяться. Важные гарантии прав граждан предусмотрены также Федеральным законом 230-м, которым предусмотрено, что непосредственно взаимодействие с гражданами происходит в ограниченное время, а именно с 8 часов утра, в будние дни, с 8 часов утра до 22 часов вечера, и в выходные и праздничные дни с 9 часов утра до 20 часов вечера. В иное время тоже будет нарушение требований закона. А что со стороны кредиторы или коллектора категорически запрещено? Категорически запрещено не применять должнику и иным лицам, физическим лицам, либо угрозу, ее применение угрозы убийством или причинением вреда здоровью, уничтожение или повреждение имущества, а также угроза совершения таких действий, применение методов опасных для жизни и здоровья граждан, оказание психологического давления, использование выражений и совершение действий, унижающих честь и достоинство граждан. Введение должника в заблуждение относительно задолженности, также введение в заблуждение о том, что вопрос будет передан на рассмотрение в суд или будет инициирована какая-либо процессуальная проверка, вплоть до уголовного преследования. А как вести себя, например, если имеется просроченное денежное обязательство и стали поступать звонки с требованием оплаты долга? Если звонящий не представился, конечно же, необходимо потребовать, чтобы он представился, сказал фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование организации, чей интерес он представляет. При личной встрече необходимо требовать предъявить документ, удостоверяющий личность. Также в случае, если кредитор, по вашему мнению, нарушает ваши права, зафиксировать беседу путем аудио- или видеофиксации. В случае грубого общения данные пресекать и сообщать, что я имею право обратиться к правоохранительным органам с заявлением. А может ли кредитор или, например, профессиональный коллектор осуществлять взаимодействие с членами семьи должника? Действительно, федеральным законом данное право предусмотрено взаимодействие с членами семьи и родственниками должника, но оно непосредственно осуществляется только на основании письменного соглашения заключенного, в том числе и с согласия данных лиц, то есть членов семьи и родственников. А куда граждане могут обратиться с жалобами на противоправные действия коллектора? — Граждане могут обратиться к нам в управление. Жалобу можно подать как лично, так и через интернет-портал, размещенный на сайте, о котором ранее уже сказали. Необходимо отметить, что, как правило, граждане при обращении в управление указывают недостаточные данные для разрешения обращения. Лишь только указывают номер сотового телефона, с которого звонили. Но необходимо и предлагаю, и рекомендую прикладывать к обращению непосредственно договор, на основании которого возникли обязательства. Также прикладывать распечатку звонков и желательно кредитную историю, конечно же. — Вот, например, поступила к вам жалоба, да, и по результатам ее рассмотрения какие вообще меры принимаются с вашей стороны? За нарушение требований Федерального закона 230-го управления принимаются меры в виде составления протоколов административных правонарушений по статье 14.57 Кодекса административных правонарушений. Также выдаются предписания и объявляются предостережения о недопустимости нарушения требований закона. Кроме того, необходимо отметить, что с 2021 года полномочия расширены, так скажем, предоставлены, законодатель предоставил полномочия дополнительной Федеральной службе судебных приставов административный материал составлять и рассматривать самостоятельно. А сколько всего жалоб на противоправные действия коллекторских организаций поступило к вам в управление? Есть, наверное, такая статистика? Конечно, ведется. За прошлый год, в 2021 в управление поступило 197 обращений. По итогам первого квартала поступило 56. И за аналогичный период прошлого года, за первый квартал 2021-70. По результатам рассмотрения обращений граждан в управление были приняты меры. Составлены два протокола, которые сейчас в настоящее время находятся на рассмотрении. Одна кредитная организация привлечена к административной ответственности по 14.57. И одной коллекторской организации объявлена предостережение о недопустимости нарушения требований закона. Какие проблемы возникают в вашей работе, например, с коллекторскими организациями? В основном это же не государственные, а частные организации. Основная проблема, конечно же, это неосведомленность граждан о том, что они вправе прекратить вообще взаимодействие путем направления, отказаться точнее, путем направления уведомления, соответствующего адрес кредитора, в виде заказного, путем, точнее, заказным письмом с уведомлением о вручении, либо выручить лично, либо через нотариуса. По сечению четырех, данное право возникает только после, в течение четырех месяцев, после возникновения уже просроченного обязательства. То есть ранее оно будет считаться недействительным, только после сечения. Также, как я уже отметила ранее, вторая проблема, это граждане указывают в обращениях недостаточные сведения. Все-таки нам необходимо, чтобы для всестороннего и полного рассмотрения обращений, чтобы граждане прикладывали все-таки сам договор взаима или кредита, также распечатка телефонных звонков, скриншоты с СМС-уведомлений, ватсап-уведомлений и иные необходимые документы, которые они сочтут нужными. — И напоследок, какой совет Вы можете дать нашим телезрителям и радиослушателям? — Самый главный совет — это всегда хранить договоры, заключенные непосредственно в штате которых образовываются обязательства по выплате долга какого-либо, хранить сам договор вплоть до истечения даже трех лет после погашения, точнее, полного задолженности. И после полного погашения задолженности потребует справку о том, что долг погашен в полном объеме. — Также после погашения, и, конечно же, исполнять свои принятые обязательства перед кредитором. И в случае нарушения прав граждан обратиться к нам в управление с соответствующим заявлением. — Хорошо. Ну что же, я благодарю Вас за интересный, я думаю, очень полезный разговор. Дорогие друзья, это была программа «Якутск. Сегодня» ее подготовила и провела редактор Серголана Атонова. Всего вам самого доброго и до свидания, до следующей встречи.